Убийство чести на Кавказе Но эта проблема существует не только среди мусульманских народов, как зачастую нам пытаются преподнести различные либеральные, в частности, СМИ, когда они атакуют ислам и пытаются как-то продвинуть свои либеральные идеи. Нет, эта проблема существует также среди многих немусульманских народов. К примеру, в той же Индии, где большинство проживающих – это немусульмане. Среди многих христианских народов это также существует на том же Кавказе. И даже в Европе, в современной, прогрессивной так называемой Европе, эта проблема существует. К примеру, в Италии, в некоторых ее районах. Да, многие люди это порицают, так же, как порицают многие мусульмане. Но все-таки есть огромное количество людей среди немусульман, в частности, среди христиан, которые это культивируют и практикуют. Они считают, что это правильно. Но я сегодня хотел бы поговорить именно о Кавказе, о том, что происходит у нас, когда девушку, обвиняемую в непристойном поведении, родственники, ее родственники мужского пола, такие как отец, брат, двоюродный брат, дядя и так далее, берут и просто убивают, а потом где-то закапывают, как собаку. Это, как по мне, несправедливо. И в первую очередь потому, что это противоречит исламу. Это очень важный момент, потому что те же либеральные СМИ, которые обвиняют нас в том, что среди нас существует такая традиция, очень часто обвиняют ислам, то есть нашу религию, как будто она нам повелевает, как будто она нам диктует такие установки. Но это неправда, это ложь, потому что именно ислам выступает против такого рода действий. Сперва нужно понять, что в исламе для того, чтобы был доказан прелюбодейский акт, половой акт, я извиняюсь заранее за те термины и за те слова, которые буду употреблять, просто это очень важно, чтобы это озвучить, иначе никак. Итак, чтобы в исламе было доказано прелюбодеяние, нужно четыре наочных свидетеля. Четыре совершеннолетних свидетеля, которые в здравом уме, которые достойны доверия, и они должны быть наочными. Что такое наочные? То есть они должны воочию увидеть половой акт. Не поцелуи, не обнимашки, не танцевашки, а именно половой акт. Понимаете? То есть они должны это увидеть, не услышать, где-то кто-то сказал, Вася сказал, который услышал от жены и соседа. Нет, они должны это увидеть, и они должны не только услышать за стенкой. То есть, к примеру, если в коридоре стоят четверо человек, достойных доверия и тому подобное, затем за стенкой они знают, что находятся мужчина и женщина, и трое из них врываются в эту комнату, а четвертый остается в коридоре. Трое из них, которые ворвались, видят воочию этот половой акт, а четвертый только слышал звуки, он не вошел. То этот довод не принимается в исламе. В исламе очень жесткие установки по этому поводу. Мало того, ислам требует, чтобы был законный суд, где каждый человек имеет право на какую-то доказательную базу. То есть существует презумпция невиновности в исламе тоже. И каждый человек имеет право на самозащиту. То есть он имеет право на то, чтобы защищаться. А у нас просто берут девушку просто так и ее убивают. Никакого суда не бывает. То есть эти моменты очень важны. И этот суд должен быть легитимным. И суд имеет своих людей, которые совершают наказание. То есть не может это сделать обычный отец, брат, сват. Нет. Суд, то есть есть исполнительная система в исламе. Не может это сделать обычный человек. А у нас каждый просто берет и берет в руки правосудие. Но это несправедливо, это неправильно. Это противоречит исламу. В исламе самосуд запрещен. Потому что если бы в исламе был самосуд разрешен, то был бы хаос, был бы беспорядок. А ислам это религия порядка, несомненно. Также в исламе смертная казнь, которая, несомненно, присутствует за прелюбодеяние, она совершается в отношении только супружеской измены, если говорить о прелюбодеянии. То есть если мужчина либо женщина совершили супружескую измену, и это было доказано, теми доказательствами, о которых я сказал, только тогда в отношении этого человека применяется смертная казнь. Если же человек не состоял в браке, мужчина либо женщина, то смертной казни нет. Есть только 100 ударов палкой. Все. А у нас что делают? Молодую девушку, либо, ну, неважно, сколько ей лет, которая не была замужем, просто берут и убивают. Даже если она это совершила, то по исламу нельзя ее убивать. Они не имеют права этого делать. Я уже не говорю о том, что часто это делают в отношении девушек, которые этого не совершали. Только потому, что кто-то сказал, что ваша дочь была с тем-то и с тем-то, и они, не разобравшись, берут и убивают ее. Просто берут и убивают. Не учитывая тот факт, что это мог быть обычный оговор, что это могли быть обычные сплетни. Может, какая-то другая девушка ей как-то завидует и специально это сказала. Ведь такое бывает. Или парень, у которого не получилось жениться на ней, она не ответила ему взаимностью, вышла за другого, или хочет выйти за другого, точнее. Он говорит, вот она такая-сякая. Ведь такие вещи тоже существуют, и это нужно все проверять, и этим должен заниматься суд. А они, не учитывая это, только потому, что сказала соседка какого-то Махмуда, который рядом стоял вечером в 8 часов и слышал, что за забором кто-то там шепчется. Все. Понимаете? То есть эти моменты очень важны. Еще один несправедливый момент, тоже очень важный, это то, что такие наказания обычно применяются вот в рамках убийства чести по отношению к женщинам, но не к мужчинам. То есть когда мужчина, парень, едет куда-то в Россию, гуляет с девушками, пьет, курит, сношается, извиняюсь за выражение, пробует там 10-15 различных девушек, возвращаются, то ему никто ничего не делает. Хотя большинство прекрасно знают, чем он там занимался. Максимум, что могут, это его поругать. И все. И все. И потом его еще ищут чистую, чистую в кавычках, нетронутую. Это ли не является несправедливостью. Я вам подам отличный пример. Вот меня возьмем. Возьмем меня, далеко идти не нужно. Я лет 10 назад и курил. Ну, правда, я тогда не пил, но ранее, до этого, я пил. Я пробовал алкоголь. Лет 10 назад я с девушками гулял. Во всех смыслах гулял. Я понимаю, что это неприлично об этом говорить. Я опять-таки извиняюсь перед своими родственниками, перед старшими людьми, перед женщинами за то, что я это говорю. Просто нужно подать этот пример. Я давно это оставил, но все-таки я это совершал. И кто меня сегодня убьет? Хоть один родственник придет, чтобы меня убить? Нет. Большинство сделают вид, что этого даже не слышали. Может, кто-то там скажет, зачем ты это говоришь там в прямом эфире, либо там на видео и так далее. И все этим закончится. Никто мне ничего не сделает. А представьте, что это скажет девушка, женщина. очень часто бывает такое, что ее просто убивают. Опять-таки, да, это не всегда, это не в каждой семье, но это явление частое, и мы должны об этом говорить. Мы должны это порицать. Ведь мы мусульмане, если мы мусульмане, мы должны это порицать. И я еще раз повторюсь, если мы порицаем девушек, женщин, то мы должны также порицать и мужчин, и в первую очередь начать с самих себя, с себя самого исправить, а потом уже порицать женщину. Почему это наши парни пьют, курят, в инстаграмах различным телкам, извиняюсь за выражение, пишут «Салам алейкум, Маша Аллах, Субхан Аллах», там, то, сё, скин, номер, там, и так далее. Толпами пишут им в личку, а дома там сестры, допустим, требуют, чтобы она там четко, там, по ниточке ходила. И то не всегда. Большинство, они, большинство также не требуют и дома. Ну, в первую очередь нужно самим пример подавать. Еще раз повторяю, когда мужчины станут мужчинами, я это очень часто повторяю в своих роликах на моем YouTube-канале «Мысли Ислама». Вы можете туда перейти, посмотреть. Посмотреть. Когда мужчины станут мужчинами, тогда и женщины станут женщинами. Женщина создана Всевышним именно таким образом, что если мужчина является лидером, то она за ним идет, она ему подчиняется автоматически. Если он достоин подчинения, если он является лидером, справедливым лидером, но если это является каким-то, извиняюсь за выражение, чмошником, который максимум, что может сделать, это станцевать лезгиньку на Красной площади с надписью, с футболкой с надписью «Дагестан рулит, Чечня рулит, Ингуши рулит» и тому подобное, то он не является и не будет являться примером для подражания. И наставление от такого мужчины никакая женщина, нормальная женщина, да вообще какая-либо женщина не будет принимать, потому что она будет видеть в этом полное противоречие. именно эти моменты мы должны обсуждать и именно эти моменты мы должны выносить на повестку дня, в частности, эти моменты, потому что убийство чести – это несправедливость, это огромная, великая несправедливость, это джахилия, это времена невежества, которые к нам вернулись и нами овладели. Именно поэтому мы должны возвращаться к чистому исламу, к единому исламу, к единому для всех людей, для всех мусульман. Оставить все эти национальные какие-то предрассудки, оставить национализм, расизм, вернуться к чистому исламу, не разделяться по национальному признаку, соблюдать ислам, хотя бы его основы, в первую очередь мужчины, потому что мужчины являются духовным лидером общества. Мы должны подавать пример нашим женщинам, не ставить им лайки, не писать им в личку с какими-то непристойными предложениями. понимаете? Я не говорю сейчас о каком-то общении, там, достойном общении и так далее, когда мы соблюдаем этику. Я сейчас не об этом говорю. Я говорю о том, когда мы начинаем намекать на какие-то непристойные вещи, пытаться вытянуть ее куда-то. мы же это делаем. Многие мужчины считают за честь, когда они с одной, с двумя, с тремя бывают и рассказывают это как некие какие-то геройские похождения, когда это грязь и мерзость. Если вы слышите, как ваш друг об этом говорит, то порицайте его. Говорите, что это плохо. Именно таким образом мы сможем как-то это предотвратить. Мы, мужчины, должны начать с самих себя. Начать с самих себя. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.